О первых последствиях осенней погоды. В Екатеринбурге наметился подъем заболеваемости сезонными недугами. Примерно на треть за последнюю неделю выросло количество обращений горожан в больнице с ОРЗ, ОРВИ и даже гриппом. Сегодня медики дали неутешительный прогноз. Грядущей зимой ждем тяжелый грипп с серьезными осложнениями. Возвращается H1N1. К чему готовиться, знает Юлия Анашкина. Она мне выписала антибиотик и таблетки от кашля. Это все. Потому что это все мне уже не помогает. Сезон простуд только начался, Анина Александровна уже устала болеть. Жалуется, едва похолодала, она прописалась в поликлинике. За последние недели пенсионерка три раза подхватывала инфекцию. Только отболела, через две недели снова. Только отболела и снова. Ну, видимо, недолечиваешься. И поэтому так вот это получается. Кашляющих и чихающих свердловчан становится больше с каждым днем. Только за прошлую неделю в области зарегистрировали почти 16 тысяч случаев ОРВИ. Впрочем, сами врачи такую картину заболевания называют типичной. Готовятся к худшему. В этом сезоне вирус может вновь подложить жителям региона свинью. Это доминирование вируса гриппа А, H1N1. И мы вправе ожидать более высокую амплитуду заболеваемости. Мы вправе ожидать более резкий подъем заболеваемости в зимний период. Чтобы уберечь людей от осложнений, которыми грозит этот грипп, врачи рассчитывают привить как можно больше свердловчан. Для этого в поликлинике завезут свыше полутора миллионов доз бесплатной вакцины. Поставить укол могут дети, посещающие садики и школы, студенты, пенсионеры и работники медицинских, транспортных и образовательных учреждений. Я пришла проходить медкомиссию для работы в школе. Я буду педагогом дополнительного образования. И наши заботливые врачи предложили, так как я буду педагогом, и в любом случае мне придется проходить вакцинацию, мне предложили бесплатно сразу же пройти сегодня. Тем, у кого нет льгот, прививка обойдется в среднем в 300 рублей. Поставить ее нужно всего один раз. Нынче врачи используют отечественную вакцину, которая в отличие от импортной легче переносится. Тем, у кого нет аллергии на куриный белок, либо острых заболеваний, советуют не медлить. Привиться в первую очередь рекомендовано лицам с хроническими инфекционными заболеваниями, неинфекционными, соматическими заболеваниями. Это школьники, школьники, беременные лица во втором-третьем триместре беременности. И лица по своим каким-то профессиональным или учебной деятельности, которые могут заболеть гриппом или заразить. Чтобы не допустить эпидемии, медики рассчитывают привить минимум треть населения региона. Пока идет вакцинация, людям следует быть внимательнее к своему здоровью. Чтобы максимально защитить себя от болезни, нужно теплоодеваться, по возможности избегать чихающих и кашляющих и укреплять иммунитет. Есть лук, чеснок и лимон, мыть руки с мылом после улицы, проветривать помещение, заниматься физкультурой и закаляться. Пока же врачи стремятся минимизировать риск распространения энтеровирусных инфекций, для которых придется на конец сентября. Нынче уровень заболеваемости может быть выше прошлогодних показателей на 20%. Поэтому ситуация в школах и садиках на особом контроле. Благо экзотики среди гуляющих по области вирусов пока нет. Юлия Анашкина, Евгений Дробышевский. Главные новости Екатеринбурга. Юлия Анашкина, Евгений Дробышевский.